Постараюсь быть кратким и расскажу о применении частотно-специфичных вызванных потенциалов в диагностике нарушения слуха при различной патологии. Кратко-латентные стволовые вызванные потенциалы состоят из комплекса положительных пиков, которые мы все с вами прекрасно знаем, обозначены в порядке их возникновения римскими цифрами. Они представлены на слайде, разрешите на этом не останавливаться. С уверенностью можно сказать о том, что лишь волна 1 и возможно волна 2, либо пик иногда называют, кратко-латентно-слухового вызванного потенциала, генерируется истинно непосредственно слуховым нервом. Остальные волны могут рассматриваться как результат суммарной активности многих генераторов в расположенных структурах различных уровней слухового проводящего пути. Также наиболее легко идентифицировать и постоянной является волна номер 5. Исследования на взрослых показали, что она регистрируется вплоть до околопороговых интенсивностей звука. Другие компоненты кратко-латентно-слухового вызванного потенциала, как правило, возникают при подаче звуковых стимулов, существенно превышающей пороги звуковосприятия. В этой связи основными ориентированиями порогов слуха при аудиометрическом исследовании по коротко-латентному слуховому вызванному потенциалу считается волна 5. Амплитуда волны 5 даже при оптимальных условиях звукового раздражения и регистрации редко превышает 0,5 микровольтов, а амплитуда других компонентов намного находится ниже и идентифицировать их достаточно сложно. Электрическая активность преимущественно столовых отделов слухового анализатора регистрируется во временном окне, и мы с вами это прекрасно знаем, от 1 до 15 миллисекунд. Латентность ответа зависит от многих факторов, таких как возраст, время суток проведения исследования, сопутствующие патологии и применение различных лекарственных препаратов накануне перед проведением различных исследователей. Готовясь к сегодняшнему докладу, я обратил внимание, что в наш центр все чаще и чаще поступают вот такие регистрации коротколотентных стволовых вызванных потенциалов. На основе данных записей производится установка диагноза пациентам, определение метода реалибитации, что на наш взгляд является крайне недопустимым и требует особого внимания данной категории специалистов. Часто регистрацию стволовых вызванных потенциалов производят на неврологическом оборудовании и полученные результаты пороги слуха могут резко отличаться по представленным данным в нашем центре от истинных реальных порогов слуха у пациентов. Что необходимо помнить всегда, когда мы с вами прибегаем к тому или иному методу диагностики, но особенно в частности к регистрации стволовых вызванных потенциалов. Это повторяемость ответов, это латентность, это амплитуда, сравнение ипсии контрлатеральной кривой, норма латентности имишпиковых интервалов и снижение резидуального шума и его значения во время непосредственно самого обследования. Повторяемость ответа на наложение как минимум двух кривых во время регистрации стволовых вызванных потенциалов необходимо постоянно об этом помнить, и это позволяет нам избежать каких-либо диагностических ошибок, а самое главное доказать в первую очередь себе о том, что мы действительно регистрируем порог слуха, который представлен на данной части слайда. Латентность. Особенности латентности. На слайде, соответственно, в правой части представлена картинка, то, как изменяется латентность в зависимости от интенсивности подаваемого стимула и необходимо всегда помнить, что при санциневральной тугоухости большая латентность на околопороговых уровнях меняется на нормальную латентность на надпороговых уровнях, и это может быть признаком феномена ускоренного нарастания громкости. Высокочастотная санциневральная тугоухость. При ней наблюдается латентность, увеличивается за счет задержки прохождения бегущей волны до верхушки улитки непосредственно. При ретро-кохлеарной патологии слухового анализатора увеличивается латентность, происходит за счет задержки прохождения сигнала от улитки до стволовых структур и при кондуктивной форме тугоухости, это нам достаточно известная информация, латентность симметрично увеличивается и происходит повышение порога слуха у пациента. При увеличении интенсивности стимула снижается латентность ответа, регистрируемого пика, и что наглядно демонстрировано на данной иллюстрации, на данном слайде. Амплитуда, зависящаяся от интенсивности стимула, это еще один немаловажный показатель, на который мы должны с вами обязательно обращать внимание, когда производим диагностику и, соответственно, поисках истинного порога слуха у данного пациента. И вы видите, опять же, вновь при увеличении интенсивности стимула увеличивается, соответственно, амплитуда ответа, так называемой волны номер 5, либо пятого пика. Чем меньше стимул, необходимо помнить, тем меньше амплитуда ответа. Чем меньше амплитуда ответа, тем сложнее выявить, соответственно, пик. И начинающим специалистам, соответственно, здесь могут быть достаточно затруднительные вещи, и поэтому необходимо постоянно себе доказывать и подавать чуть больше интенсивнее стимул, соответственно. Сначала исчезает, необходимо помнить о том, что сперва исчезают вторые и четвертые пики, соответственно, при регистрации стволовых вызванных потенциалов, потом исчезает первый пик, и затем исчезает, извиняюсь, третий пик. Порог ответа определяется по-прежнему, по пятому пику, соответственно, и он у нас исчезнет самый последний при регистрации, соответственно, стволового вызванного потенциала. Применение методики сравнения ипси-контралатеральной кривой, продемонстрированной на слайде, соответственно, вы видите ярко выраженную одну кривую ипси-латеральная, соответственно, запись, и контралатеральная, соответственно, запись, позволяет избежать вновь диагностических ошибок, более точно установить порог слуха и минимизировать ошибки интерпретации полученных результатов во время исследования. Однако при сравнении ипси-контралатеральных необходимо помнить о правильности постановки, Снижение резидуального шума и его значения, которые должны быть у нас на слайдах во время исследования, мы должны об этом обязательно всегда помнить. Тут идет градация деления на взрослых пациентов и на детей. Как правило, принято в практике на разных оборудованиях свое значение резидуального шума, но необходимо помнить, что для сурдологического обследования стволовых вызванных потенциалов резидуальный шум не должен превышать 50, а для детской практики идеально достижение 25 резидуального шума. Когда же можно остановить тестирование? По каким критериям можно сказать? Здесь на слайде продемонстрирована на левой части остановка тестирования регистрации стволового вызванного потенциала по признаку высокого ответа, то есть регистрации так называемого пятого пика, волны номер 5, либо остановка исследования при низком резидуальном шуме, тогда, когда мы достигли нужное значение резидуального шума, но при этом мы видим регистрацию прямых линий, которые будут говорить о том, что нет ответа стволового отдела слухового нерва. В нашей практике все больше и больше мы применяем различные стимулы, и они достаточно широко применяются, однако мы вновь сталкиваемся с диагностическими ошибками неверного применения различных стимулов, которые позволяют подавать наши приборы для диагностики, такие как черпы, клики. И вы видите на слайде продемонстрировано то, как подается сигнал и имеется ответ, когда записываемся черпом и когда записываем сигналом кликом, и вы видите, что черпы наиболее выражены и более легко интерпретировать и визуализировать этот ответ во время записи регистрации стволового вызванного потенциала. Необходимо помнить, а также в диагностическом сигнале о том, что у нас имеется расклад на низкочастотный диапазон, высокочастотный диапазон и зависимость, соответственно, в миллисекундах латентность. Она всегда на низкочастотном диапазоне несколько больше, нежели чем на высокочастотном диапазоне. Сравнительная характеристика. Также необходимо помнить о том, что в среднем латентность отличается на полторы миллисекунды при применении стимула ЧИРП, менее выражен и в среднем составляет полторы миллисекунды. И здесь вы видите эту разницу на слайде графически представленным. Амплитуда ответа сигнала ЧИРП выраженнее в полтора-два раза по данным многих авторов, чем амплитуда ответа на сигнал КЛИК, а следовательно, чтение результатов, соответственно, более удобно и более широко применяется у специалистов, которые только начинают работу с данной диагностики. Выявить заболевания профиля аудиторных нейропатий, сегодня мы с ними про них очень много говорили, это очень важная тема, возможно, исключительно с применением сигнала КЛИК. Необходимо помнить, сигнал ЧИРП при стимуле более 60 дБ становится менее эффективен, снижается информативность результата исследования, о таких случаях рекомендовано производителями оборудования использовать сигнал ЧИРП ЛС. Одним из недостатков регистрации, на наш взгляд, регистрации стволового вызванного потенциала сигналом КЛИК, это оценка состояния слуха только в области от 2 до 4 тысяч герц, соответственно. На данном слайде представлено три вида диагностических сигналов и их сравнения, это КЛИК, ЧИРП и ЛСЧИРП, которые в настоящее время все больше и больше начинают применяться, и сравнение трех стимулов в генерируемых приборах. И вы видите о том, что у них имеются свои закономерности в отношении развития амплитуды при ответе и, соответственно, латентности. И вы видите о том, что самым наглядным примером регистрации при различной интенсивности на сегодняшний день является ЧИРП ЛС, он самый легко визуализируемый во время проведения этого исследования. Сложности диагностики по данным КСВП. Мы очень часто с этим сталкиваемся, зачастую тогда, когда обращаем внимание о том, что постановка идет диагноза и она расходится. По данным порогов регистрации традиционного стволового вызванного потенциала невозможно установить степень изменения слуховой функции, произвести настройку технического средства реалибитации. При наличии сложного рельефа у диаграммы пород детекции стволового вызванного потенциала может не соответствовать степени изменения слуховой функции в реалии у пациента. А данные факторы указывают на необходимость применения дополнительных методов диагностики нарушения слуховой функции, таких как стационарные потенциалы, соответственно, иначе называемый АССР-тест, и частотно-специфичный слуховых вызванных потенциалов. Что же такое стационарные потенциалы? Это вызванные ответы на головной мозг и срединных структур на стабильно модулированные тоны, стимулы различной высоты. В результате проведения исследования формируется компьютерная аудиометрия, которая нам позволяет в дальнейшем работать с данной категорией пациентов. Необходимо помнить, что несмотря на преимущество регистрации стационарных потенциалов, основным методом оценки состояния слухового анализатора по-прежнему остается регистрация стволового вызванного потенциала. И, соответственно, в настоящее время все больше и больше начинает применяться так называемая регистрация частотно-специфичных вызванных потенциалов, возможность определения регистрации КСВП на четырех частотах, 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, возможность определения более точных порогов слуха с графическим его подтверждением, регистрация порогов слуха с контролем резидуального остаточного шума, что является немаловажным при проведении исследований, и возможность применения в сложных диагностических случаях. Частотно-специфически вызванные потенциалы представлены на слайде. Вы видите, что чуть ранее я показывал зависимость низкой и высокочастотного диапазона ответов. Вы видите, это норма у пациента, регистрируется, что в низкочастотном диапазоне 500 менее выраженный ответ на одной и той же стимуле, применяемой интенсивности стимула 1000, он становится более выражен, 2000 еще более выражен, и 4000 становится самым выраженным ответом, и, соответственно, по нему очень легко можно продиагностировать. Корреляция между порогами результатов и порогами слуха пациентов в настоящее время во всем мире применяются поправочные коэффициенты для определения истинных порогов слуха при проведении регистрации стационарных потенциалов и регистрации частотно-специфичных вызванных потенциалов в сравнении с полученными результатами во время тестирования в зависимости от частоты предъявляемого стимула, и они, соответственно, представлены на слайде, то есть те, какие поправки на сегодняшний момент принимаем мы в своей практике. В ходе данного исследования нами не получено различий в полученных результатах в зависимости от интенсивности применяемого стимула. Необходимо помнить при применении частотно-специфичных вызванных потенциалов об амплитуде на низкочастотной стимуляции, она менее выражена, латентность ответа в низкочастотном диапазоне больше в сравнении с высокочастотным диапазоном, качество обследования повышается наравне с длительностью проведения обследования, это самый важный такой критерий, и применение поправочного коэффициента для уточнения порогов реального слуха пациентов. Ну и хотелось бы сказать о том, что когда мы начали применять частотно-специфичные, да, это клинический пример, родители пациента обратились в нашу клинику жалобами на дефект речи у ребенка, тональную аудиометрию провести игровую не представлялось возможным, по данным КСВ-5 пик регистрируется 30 дБ, акустическая импедансометрия пороги акустического рефлекса 80-90, при работе с дефектологом отмечается проблема восприятия звуков, при проведении АССР 30-35 пороги, а вот акустическая эмиссия не регистрируется, имеется ли слух у ребенка, спрашивают у нас наши специалисты-педагоги. И при регистрации вы видите у данного пациента тонно-специфичных стволовых вызванных потенциалов, мы видим на 500 ответ 10, соответственно, далее на 1000 ответ получили реальный 55 порог, на 2065 и вновь, возвращаясь к 4000, порог находится в пределах нормы, тем самым мы видим корытообразную такую составляющую, которая приводит на мысль о том, что у ребенка имеется место быть первая степень снижения слуховой функции. Ну и в заключении хотелось бы сказать о том, что стимулы ЧИРП и ЧИРП-ЛС одинаково эффективны при низких уровнях стимуляции, ЧИРП-ЛС следует применять на более высоких уровнях стимуляции исследования более 60 дБ, существенные временные и спектральные различия между сигналами клик, ЧИРП, ЧИРП-ЛС документированные широко применяются в настоящее время, а также в настоящее время аудиологическими клиниками всего мира производится сбор и обработка клинических данных применения сигналов ЧИРП-ЛС и частотно-специфичных сигналов, а также разработка поправочных коэффициентов. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое, Антон Сергеевич. Пожалуйста, у нас, наверное, уже нет времени немножко... А, пожалуйста, Георгий Георгиевич, вопросы. Пожалуйста, Георгий Георгиевич. Прежде всего насчет источников генераторов волн. Вы четко охарактеризовали, первая волна – это нерв, вторая – кахлеарная язда и так далее и тому подобное. Но на сегодняшний день от этой классификации отказались. И реально невозможно представить, что регистрируя от свода черепа, вы имеете четкую локализацию генератора. Сегодня принята такая трактовка. Первая волна – это дистальная часть слухового нерва, то есть Н1 на кахлеограмме. Второй пик – это проксимальная часть Н2. А все остальное – сублимнистского происхождения потенциала – множественные генераторы. Это первое. Второе – вы сказали, что только клик позволяет нам определить аудиторную нейропатию. Если мы будем ориентироваться только на клик, мы вообще ничего не получим, так как КСВП практически не регистрируется. Значит, нужно прежде всего регистрировать микрофонный потенциал и аутоакустическую эмиссию. И третий комментарий. Вы сказали, что влияние лекарственных средств, наркоза и прочее влияет на КСВП. Сегодня известен только один препарат – атропин нитрат, который изменяет латентный период КСВП. Все остальное не играет никакой роли. Спасибо. Спасибо, Георгий Белыч. Спасибо, Георгий Белыч. Еще вопросы, комментарии. Спасибо большое, Антон Сергеевич. Спасибо.